Как научиться доверять себе и миру? Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! Сегодня вот этот такой достойный, хороший праздничный день, как бы он ни выглядел в наши непростые времена, мне бы хотелось, чтобы вы услышали прежде всего себя. Себя и вопрос достаточно актуальны на сегодня. Только вдумайтесь, только вслушайтесь. Как научиться доверять себе? Значит, ответ уже кроется в совом вопросе. Интересное кино, а кому вы доверяете больше, чем себе? Значит, какой-то достаточно серьезный авторитет, а может быть и не один, настолько классно, достойно, манипулятивно забрал все ваше будущее, так сформатировал ваше сознание, ваше мышление, что у вас даже нет сомнений в том, что тот, кто вам говорит, что нужно делать, это абсолютно истина в первой и единственной инстанции. Так вот, давайте научимся себя слышать, себя ощущать, себя понимать. Есть наши потребности, которые достаточно долго бьются, как голубь в клетке для того, чтобы мы их реализовали. Они очень просты, потому что все потребности идут из детства. Это безопасность, это хорошее такое, очень спокойное житие, бытие с пониманием того, куда иду, что делаю и какова вообще перспектива жизни каждого из нас. Сейчас, в это замечательное, на мой взгляд, время, и вот мы сегодня, кстати, это все обсуждали, нам создают виртуальную картинку, в которой есть какие-то люди, говорящие головы или как их называют, или просто люди, вещающие о чем-то достаточно серьезно, достаточно безапелляционно, с абсолютным таким пониманием того, что мы точно знаем, что вам нужно сделать, или мы точно знаем, как вам будет хорошо, или мы точно знаем, в какое будущее мы вас ведем, и вы просто не беспокойтесь, не переживайте, а доверьтесь. И в этот момент, чтобы узнать и научиться доверять себе, у вас есть внутренняя, достаточно серьезная реакция, это называется сопротивление. Кто-то, живя при помощи собственного тела, проще, это так называемое познание физическое, когда вам нужно обязательно потрогать, обязательно покушать, обязательно как-то надеть на себя. Достаточно много таких людей на сегодняшний момент, и эти люди почему-то встают, если вы будете внимательны к себе, когда слушаете какие-то для вас нужные, актуальные вещи, на которые вы обратили внимание. Вы встаете и уходите, или переключаете канал, или уходите, или выключаете тот же YouTube, и вот это называется сопротивление. То ваше внутреннее «я», то истинное, то достойное, то при помощи чего, собственно говоря, каждый из нас живет, отказывается слышать актуальные вещи, которые надеваются на голову, потому что кто-то решил, что он лучше знает, нежели чем вы. Так вот, учитесь видеть свои реакции, которые показывают вам ваше внутреннее сопротивление, или по-другому сказать, несогласие с тем, что вас к чему-то призывают, к чему-то принуждают, или что-то пытаются одеть как ту, или показать ту морковку, к которой вам нужно идти, потому что там лучше, там краше, там зеленее, там слаще, там еще как-то, еще как-то, еще как-то. Но это все слова. А ваше ощущение, ваше сопротивление, как состояние нежелания, или наоборот такое «ну ладно, хорошо, еще раз», это ваша жизнь, это то, каким способом вы живете. Так вот, умейте отслеживать свои элементарные рефлекторные реакции, которые вам показывают, что что-то не так. И с этого начинается доверие к себе. Следующая часть этого такого непростого морализонского балета, к которому мы должны, собственно говоря, не относиться, а бы как, ища кто, кто там нам что-то должен рассказать. А удивительно, когда вы чуть-чуть расслабляетесь, когда в меньшей степени присутствует ваше внутреннее сопротивление, то все дела, которые вам нужно сделать, или все, что вы хотите узнать, или все то, на что вы хотите обратить внимание, они как-то, знаете, как потерянная вещь, быстро-быстро находятся. Так вот, первое, с чем каждому из нас нужно справиться, чтобы понять себя, чтобы научиться себе доверять, оглянитесь вокруг. Кто дает такое колоссальное напряжение, такую необъятную неопределенность, от которых вас бросает в страх, в желание пойти кому-то покаяться, или еще раз кого-то послушать. Ваша жизнь в ваших руках. От того, если вы на любой стимул начинаете реагировать и выдавать какие-то не очень со стороны взгляд непонятные действия, значит, это говорит о том, что вы достаточно в серьезном напряжении находитесь. Значит, это напряжение или уже фоновое стало, постоянное, и такое негативное мышление уже накопилось достаточно в большом количестве. И тогда обязательно будете обращать внимание на человека, который, вот только сегодня рассказывала, который вещает и говорит, надо всех простить, надо ко всем относиться, тепло, светло и любить, надо как-то быть таким креативным и мыслить только позитивно. Это две крайности одной и той же ситуации. И как только вы хотите внешне выглядеть приятным, достойным, улыбчивым, толерантным, понимающим, помогающим или еще каким-то таким товарищем, безотказным, если одним словом, то, поверьте, выстроится огромное количество людей, которые будут вам показывать неприглядную сторону нашей сегодняшней жизни. Так вот, доверие к себе — это когда вы понимаете, с кем вы, зачем вы, почему, куда собрались, и что должно получиться в итоге. Никто за вас этого сделать не сможет. Вам могут рассказать какой-то сценарий, вам могут наплести какую-то байку или сказку. Но каждый из нас, давайте будем честны, искренни и откровенны, хотя бы вот в рамках того, что вы сейчас меня слушаете. Но мы без выгоды ничего не делаем. Значит, сначала рождается выгода, сначала рождается какая-то такая задачка, надо что-то взять или надо как-то как-то развернуть в нужную сторону ту ситуацию, которую не хочу сам делать. И потом мы искренне верим, что да, действительно, мы хотели помочь, но я тебе денег, а ты мне там то-то, то-то и то-то. Всегда присутствуют две стороны одной медали. Всегда. Но в этой медали или в этой монете всегда есть ребрышко такой, да, на которое нужно уметь становиться. Это как золотая середина, как число золотой такой сущности, которая точно знает, что хочет. И вот становясь в роли осознанного наблюдателя за собственной жизнью, когда вы, знаете, в круговую по периметру видите, что происходит и не участвуете хотя бы один день в неделе эмоционально, то ли желая понравиться, то ли убегаете, то ли пытаетесь защититься, то ли пытаетесь на кого-то наехать. Это всё ни о чём, это всё реагирование. А вот если вы понимаете и ощущаете, и у вас есть чувственная составляющая, она у всех есть, мне туда не надо, ну просто не надо, и объяснений этому нет. Вот это то настоящее, к чему нужно прислушиваться. И это доверие к себе, которое перерастает в достойную веру в себя. Когда человек в себя верит, он свои действия, свои усилия, свою энергию он тратит очень-очень точечно, очень рационально. и у него достаточно хорошо развит слух. В той или иной степени мы все приверженцы какой-то философии. Так вот, чтобы та или иная философия не влияла пагубно или наоборот как-то так иллюзорно на вашу жизнь, научитесь слушать музыку. Музыка не имеет философии, но она убирает напряжение, раскрепощает тело. И как тест для себя самого или самой, ту первую мелодию или композицию, какую вы начнете слушать, это и говорит о вашем внутреннем состоянии. Барабанная дробь требует подчинения и какого-то такого направленного действия в группе в достаточно большом количестве людей по направлению к какой-то задаче. И там никто никогда не спрашивает, а там однотипные звуки. И это о многом говорит. Та музыка, которая зарождается, знаете, как высоко в небе, она ни к чему человека не принуждает, но она его раскрепощает и достаточно серьезно расширяет пространство. Все мелочность материального мира, она решаема, если вы будете спокойны и уравновешены. Так вот, доверие к себе — это позволение себя, с себя снять ограничений. Они не снимаются сразу. Потому что обычно, как люди говорят, меня сильно били, меня долго принуждали, меня обманывали, меня предавали. Может, кому-то это будет звучать, для кого-то, вернее, это будет звучать банально, но я не устану повторять говорить о том, это вы сами себя обредали, это вы позволили себя обмануть, это вы не смогли вовремя отказаться от чего-то или наоборот взять, потому что заслуженно заработали, заслуженно отработали или имеете под тем или иным причинам право на что-то. Так вот, каждый сам для себя назначает то, что может позволить пустить свою жизнь. По-другому в этом мире ничего не работает. Троичность минимум в мире всегда. Есть действие, есть желание удовольствия телесного, не в плане секса, а в плане безопасности, чтобы было жилье, чтобы было свободное время для себя. И есть страх, который нас никуда не пускает. Так вот, страх — это приобретенное. То, чему вы придали значение в своей жизни. Выпишите, посмотрите, увидите людей, которые на вас влияют при помощи страха. Это всегда негативная информация. Будет то-то и то-то, будет так-то и так-то. Ты вот это не сможешь, ты там с этим не справишься, да мы тут все умрем, да нас тут чипируют, да нас тут еще, да нас тут еще. Перестаньте слушать всякую чушь. От того, что огромный пласт информации, которую вы, ну, по крайней мере, проверить не можете, и в нее втыкаетесь и включаетесь, она ничем вам не поможет, но заберет ваше время и взбудоражит ваше сознание, которое будет основываться на страхе, и действия, которые основываются на страхе, они ничего хорошего не принесут, кроме хаоса. Остановитесь. Мы пишем статьи, пытаемся достучаться, остановитесь. Есть вещи и обстоятельства, на которые мы сейчас не можем повлиять, а если можем влиять, то это не одного человека задача, а объединение хотя бы каких-то групп лиц, там, какого-то общественного движения. И этим нужно заниматься. А если мы хотим просто быть совсем не согласны, ну, поверьте, по одному прихлопнут мухобойкой, ну, тогда не надо сидеть под одеялом и прятаться, и в жутиках слушать всякую ерунду, которую рассказывают, одевают на голову для того, чтобы человек вообще со временем посчитал для себя за счастье сидеть там в какой-то квартирке и думать, какое чудо, что мне дали возможность вот так вот быть в безопасности. Нет, нет, это страх, а не безопасность. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Если недостаточно, то напишите дополнительно, я более глубже открою данную тему. Субтитры сделал DimaTorzok